Год назад Сергей Шнуров не стал устраивать шоу из развода с Матильдой пара разошлась мирно и спокойно поделила совместно нажитые имущества. Ранее супруги жили близ Мариинского театра, но теперь музыкант обустроил гнездышко на набережной фонтанки около летнего сада в Петербурге. Старинный дом 18го века входит в число самых красивых зданий северной столицы, а его отличительная особенность так называемый мозаичный дворик, который украшен декоративными элементами. В центре города всегда большие проблемы с парковкой, поэтому лидер Ленинграда решил этот вопрос необычным способом, сделал в арке гараж, чтобы выходить из квартиры на первом этаже и сразу садиться за руль автомобиля. Старинные деревянные ворота оборудовали автоматической системой, а с внутренней стороны установили глухие металлические ставни и систему видеонаблюдения. Сергей переехал в элитную квартиру близ летнего сада год назад. Фото, скриншот Яндекс. Карта импровизированным гаражом на территории памятника культурного наследия уже заинтересовались коммунальные службы района и предписали снести ставни, но через несколько дней их вернули на место. Помощники знаменитого артиста считают, что такой конструкции они заглушили арку, тем самым сделав жизнь жильцов более спокойной, ведь поклонники постоянно дежурят у дома звезды, чтобы встретиться и пообщаться лично. Многие из них проявляют агрессию и нецензурно выражаются, но соседи не согласны с таким выводом, в мозаичный дворик можно попасть и через другие проходы. После жалоб к проблеме подключился Петербургский комитет по охране памятников, который, судя по всему, объяснил представителям Шнурова, что нельзя самовольно использовать общедомовую собственность, а он, соорудив гараж, нарушил закон. По сообщениям СМИ, сейчас паркинг демонтирован. Сергей Шнуров оставил Матильде половину состояния фото Инстаграм беседовать с журналистами Сергея отказался, а его представитель Дмитрий Гугучкин не увидел ничего необычного в поступке музыканта. «Ну, он же там живет», — сказал он. Отметим, что сейчас группа «Ленинград» находится в прощальном туре, который проходит на российских стадионах. Он завершился осенью большим концертом на «Газпром-арене». По данным авторитетного финансового журнала Шнуров за прошлый год заработал почти 14 миллионов долларов, заняв вторую строчку в рейтинге самых богатых российских знаменитостей. По материалам Фонтенкару, Клэс Поуст 661 251 подписчик.